Ювелирная работа и точность. Так можно сказать о работе сварщиков и крановщиков. На Азбестовском ремонтно-машиностроительном заводе прошел конкурс профессионального мастерства. За право называться лучшими в своей профессии состязались машинисты крана и электрогазосварщики. В течение года на всех структурных подразделениях комбината «Урал-Азбест» состоялось более 30 конкурсов профессионального мастерства. По результатам таких конкурсов, прошедших на предприятиях, победители, в частности машинисты крана и сварщики, участвовали в финальном конкурсе на площадке Азбестовского ремонтно-машиностроительного завода. Без сварщика, без крановщика комбинат и производство не может работать ни одного дня. Не только сварщики и крановщики, конечно, но и другие профессии тоже. Мы проводим много конкурсов ко дню строителя. Это на лучшего машиниста-экскаватора, машиниста-бульдозера, водителя-погрузчика. Да, много проводим, на самом деле, разных конкурсов. Ну а сварщики-крановщики – это как бы такие ключевые профессии, в том числе, и они есть практически на любом производстве. Конкурс профессионального мастерства начинается с торжественной части. Участников приветствуют представители предприятия. Затем победители прошлого года по традиции поднимают флаг с символикой комбината «Урал-Азбест». После чего начинаются самые интересные. Участники расходятся по местам, чтобы блеснуть своими знаниями и умениями. Во-первых, это нужно для того, чтобы рабочие специальности могли, во-первых, поделиться опытом, показать мастер-класс, где-то у кого-то какие-то ошибки подчеркнуть, да, и, по крайней мере, повышать свою квалификацию. Это и доходность человека, и его амбиции решаются, я считаю, правильно. Ну и заводу нужны калифицированные кадры, которые способны делать качественную продукцию. Поэтому я считаю, что это конкурсы обязательно нужно проводить, это интересно. В этом году в конкурсе участвовали 14 крановщиков и 12 сварщиков. Это лучшие представители подразделений предприятий комбината «Урал-Азбест». Конкурс для обеих профессий проводится в два этапа. В рамках первого этапа участники показывают свои теоретические знания, отвечая на вопросы по своей профессии. Второй этап практический. Здесь у участников оценивается уровень владения профессиональными навыками. Для крановщиков предлагалось переместить груз, ведро, наполненное водой. Груз необходимо вести по узкому коридору змейки, поднимать и отпускать на определенные уровни. Для выполнения задания нужна предельная точность и аккуратность. Малейшая ошибка и контрольная опора задета, а значит, снижен оценочный балл. Давай, 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 давай. Молодец. Елена Бычихина работает в литейном цехе на Азбестовском ремонтном машиностроительном заводе 14 лет. В конкурсе принимает участие в третий раз. Признается, что задание в этом году сложно, но принимать участие в таких конкурсах надо. Задания сложноватые, потому что подвешивается на цепь, ветром с водой, надо его не пролить. И как бы сложновато. А еще не каждый управлял таким краном, какой нам предоставили. Надо ловить качку, уметь ловить качку. Но я работаю в литейном производстве, мы как бы заливаем металл. Мы как бы это, как бы у нас это каждый день присутствуют навыки. Я считаю, что они нужны, потому что как бы все равно повышается квалификация, проверяешь свой опыт, как бы свои знания. Ну и, конечно, как бы встреча с девчонками каждый год. Сварщикам нужно было выполнить сварку стыка трубы. Таким образом превратить два отрезка трубы в одно целое. Все практические задания выполняются на время и точность. Качество работы тщательно проверяется методом дефектоскопии сварного шва при помощи ультразвука. Все действия участников отслеживают жюри и коллеги. У нас в этом году юбилейный год. Это 130 лет со дня промышленной разработки Баженовского месторождения. Ну и вот принято решение как раз еще усложнить конкурс машинистов крана. В этом году мы его поменяли. Это ведро с водой, которое нужно поместить в центр круга. Но круг также с буртиками, что если где-то неправильно ложишь, вода проливается. То есть, с одной стороны, да, это посложнее, но сам конкурс становится более зрелищный. То есть, мы вот сегодня это увидели. Ну, машинисты, электросварщики, электрогазосварщики, они сварили неповоротный стык. То есть, также показали свое мастерство. Но в целом, я бы сказал, что все, которые сегодня принимали участие, то есть, ну, это профессионалы своего дела. Отметим, что на таких конкурсах происходит отмен опытом между участниками, которые работают в разных подразделениях. Принимая участие в таких мероприятиях, участники становятся более подготовленными, технически компетентными, осваивают новые методы работы, которые смогут применить в своей повседневной работе. Все участники достойно справились со своими заданиями, как с теорией, так и с практикой. По мнению организаторов конкурсов, у всех участников хорошая подготовка, а все ошибки – это результат волнения и ответственности. Какой бы работой ни занимался человек, ему важно себя чувствовать значимым, нужным. И наша задача, во что бы то ни стало, помочь поучаствовать в разных соревнованиях, проявить себя, помочь поискать возможности где-то показать то, что он не может показать обычно на обычном рабочем месте. И я думаю, что, конечно, им, с одной стороны, ответственно представляет предприятие. Они к этому готовятся, они теорию повторяют, практику маленько интересуют, какое задание будет именно на этих конкурсах. И, конечно, для них это ответственно. По итогам конкурса профессионального мастерства среди электрогазосварщиков первое место занял Владимир Федорович. С 1998 года он работает в первом блоке на Сбестовском ремонтно-машиностроительном заводе. Участие в конкурсе принимают не первый раз. Почетное первое место занимает третий раз. Но, несмотря на это, к конкурсу готовился. Повседневная работа – это как практика. А теоретически немножко подготавливался. Ну, читал литературу и все такое. Для всех, скорее всего, нужно было меньше волноваться. Вот эта атмосфера праздничная немножко сбивает. И люди волнуются и делают хуже, чем могут действительно. Поэтому самое главное – себя настроить, просто спокойно отработать, и все получится. Второе место занял работник Рудоуправления Виктор Прокин. Третье место получил Сергей Крюченков – электрогазостварщик автотранспортного предприятия. Среди молодых участников до 30 лет победил Игорь Пуршуков – сварщик Сбестовского ремонтно-машиностроительного завода. Первое место среди машинистов крана заняла работница Асбофабрики Елена Чеблукова. Стаж работы Елены более 14 лет. Постоянная участница конкурсов как на родном предприятии, так и на площадке Сбестовского ремонтно-машиностроительного завода. Считает, что победить в конкурсе ей помогла удача и опыт работы. «Конкурс, конечно, усложнен, я так думаю, с подвохом такой. Если раньше цепляли груз на крюк, то сейчас с цепным стропом это намного сложнее. Ведро раскачивается, как бы. Сложновато поймать. Участники очень сильные, как бы в этом году. Я считаю, что не надеялась на первое место, я думала, может, второе, третье где-то так. Приятно. Приятно. Приятно получать подарки. Второе и третье место получили машинистки Крана Сбестовского ремонтно-машиностроительного завода Светлана Копылова и Лариса Торопкина. Победителей призеров конкурса наградили дипломами и денежными премиями. Участие в таких конкурсах помогает воспитывать корпоративную культуру на предприятиях и привлекать молодых специалистов в сферу промышленного производства. Ольга Шестакова, Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.